Здравствуйте, звонок из компании ОУМФК ЦУП ГИБО ДЕНЬГИ ДЕПАРТАМЕНТ ЗАСКАНИЯ. Меня зовут Ковышкин Евгений Александрович, ведется запись диалога Юлия Александровна. Да. По какой причине оплата от вас не приступает? Выговор вам вчера целый день сдала, а вы ни разочку даже не позвонили, даже ни одного. Что еще раз? Выговор тебе, выговор. За что? За то, что ты мне вчера не звонил и пришелся за это вот целый день спать. Хоть бы одна такая подлюка, как ты позвонила. Ни одного звоночка. Вы хамить будете Юлией Александровной или что? Я не хамлю. Говорю, где ты шляхся вчера, почему вы на работу не пришли? А что вы делаете, Юлия Александровна? А что вы делаете? Какую работу? Вы о чем? Ну, что-то на работу не пришел вчера. Вы в состоянии разговаривать, Юлия Александровна, в состоянии, в состоянии. А я думаю, что нет. Вы о чем говорите? О какой работе? О каких банках? Да, у меня сил не хватает, я ее боюсь. Вы платить будете или нет? Не буду. Не будете? Не буду. А я думаю, что будете. А я думаю, что будете. Вы ошибаетесь, Юлия Александровна, что вы не будете платить. Как? Очень грустно. Сколько пищи? Скучно вам? Угу. Ну, ждите тогда сотрудников по адресу регистрации. Угу, вы должны. Может, веселее будет. 50 лет отживете? Как трудно, хлопая, беспомощная женщина. Юлия Александровна, 50 лет отживете? Юлия Александровна, 50 лет отживете? Я не знаю, там живу. Я не знаю, там живу. Вы где лодки? Ну да, сотрудников-то направить, чтобы вам повеселее было. Ну да, написано у тебя все. Мы с вами на ты не переходили, Юлия Александровна, субординацию вы не соблюдаете. Субординацию? Да, Юлия Александровна, именно. Я когда встал, воинское приветствие мне, пожалуйста. А что еще сделать нужно? Ты давай. Может быть вы, может быть вы, Юлия Александровна, встанете и пойдете вернуть деньги, которые вы брали. Нет, 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 нет. Ты поднимайся, хвост. И для меня и мне воинское приветствие. Да что вы говорите. Вот вы ожидаете сотрудников по адресу регистрации, встаните. Я построю. Я построю. Я построю. Все, которые вы брали. Вы построите, Юлия Александровна. Утверждаетесь в другом месте где-нибудь. Хорошо. И свернули в бычий куй. А у вас даже смелости не хватит дверь нашим сотрудникам открыть. Не открою с удовольствием. Все это зачем? Да что вы говорите, Юлия Александровна. Буду сворачивать в бычий куй. Угу. Да что вы говорите, Юлия Александровна. Смелости это хватит. Мы живем. Очень хочется. Смотри. Но это такое унизительное зрелище. В общем, Юлия Александровна, я вам фиксирую прямой отказ от ваших обязательств. Компания правильно правит сотрудникам к вам домой. Не перебродать ваш долг к электрическое агентство. Вы вернете денежные средства Юлия Александровна на все до копейки, которые вы взяли. Будете в этом уверены, Юлия Александровна? Ух. Ничего не имею. Даже скрипт не могли в новом году поменять. Алло. Здравствуйте. Да. Меня зовут Гречкова Мария Анатольевна, ведущая специалист отдела клиентского взыскания. Ольга Владимировна, это вы? Да. Я на счет договора вашего звоню. 165 995 рублей у вас сумма долга. Вторая 64 202 рубля. И на полное погашение выставляет Альфабан. Когда намерена закрывать полностью? Не, не намерена. А по какой причине отказываетесь от оплаты? Ну, вы должны эту сумму уже. 151 146 у вас просрочка. И что? Ну, то есть у вас судебное взыскание уже подготовлено, документы были 20 ноября. Подготовлено? Ну, пока судебного взыскания-то нет, только документы подготовлены. Так вам приказ не приходил еще? Просто у вас уже могли документы получать? Ой, Альфабанк. Вот это ваша фишка с приказом, да? И мы вас приказ отнесем в Сбербанк, чтобы вашу зарплату полностью все взыскали. Это мы проезжали уже, проехали. Следующее, да. Что именно? Я еще раз прошу, вам именно судебный приказ приходил уже? Да нет, не приходилось, пасаюсь. Как придет, я отменю. Не придет, я в суд. А вы получу. Ну, так, а как это, ну, время немного оттянете? Вам все равно по судебному взысканию все равно придет сумму в дальнейшем оплачивать? Время я тяну. Ну, значит, у меня такие задумки, чтобы время потянуть. Значит, для чего-то это нужно? Не думала. Нет, так мы вам предлагаем выгоднее же вопрос за 30 скидкой по дисконту. Нет, спасибо, спасибо. В этом соглашении не оформляете, поэтому вас дисконт, он меня не устраивает. Смотрите, по один договор другой у вас вот выходит до 50 тысяч рублей сейчас. Любое изменение договора должно сопровождаться либо заключением нового договора, либо заключением дополнительного соглашения. А свой дисконт в рамках телефонного разговора оставьте для своих родных и близких. А мы вам в отделении Альфа-банка можем отправить информацию, вам в отделении подтвердят. А, я приду, а мне там головой покивают, скажут, да-да-да, все так и есть. Документы мне. Ну, вам покажут на планшете и на компьютере, что есть эта информация, номер договора. Мне на планшете покажут. А я свой телефончик сделаю. Нет, вы не хотите, вы не хотите. И в случае, если банк, а банк меня обязательно обдурит. Э? Я объясню, почему меня обдурит. Если банк меня обдурит, я потом напишу на вас в суд и к исковому заявлению приложу скриншот. Скажу, вот, я ходила. Я скриншотила. Что здесь писать-то разводите? Вам на планшете покажут. Ты меня слушай, не перебивай. Ты что со мной там разговариваешь-то параллельно? Походу, ты сегодня это... В зеркало не посмотрелась. Да я не буду. Не буду. Хватит по ушам ездить своим дисконтом. Знаешь, куда дисконт этот пойдет? На просроченные штрафные санкции он уйдет. Никому не советую платить, если есть уже исполнительные производства через приставов. А это Альфа-банк еще и те прогуманы. Все. Вот и убегай. Все. Вы будете за работу приставов все просто оплачивать, конечно. Да ничего. Положено по закону 7%. Значит, оплачу. Оплачу. Знаем мы все. Ну, хорошо. Могите больше. Стадия, стадия у вас уже идет. Стадия, стадия идет. С каких пор она идет-то? Где-то решение вступило в законную силу. Как она может идти? Либо реально дурочки, либо думать, что все вокруг вас дураки. И вот она куда-то пошла у нее. Здравствуйте. Специалист Сбербанка России. Сташенков Иван Андреевич. Здравствуйте, Иван Андреевич. Здравствуйте. Юлия Александровна. Верно. Вас соединили с Центром взыскания, как я вижу, у вас кредитная карта на 250 000 рублей. Числится 51 день задолженность. Сумма 25 200. Ранее вы общались на предмет долга в декабре. К сожалению, не удалось договориться по оплате. Фиксирован был отказ. Что стряслось? Почему не удается урегулировать вопрос с оплатой? Какую целью спрашиваешь? Я на работе нахожусь. А, я просто на работе заняться нечем. В каком смысле заняться нечем? Я работаю, Юлия Александровна. Работаешь? А, и поэтому спрашиваешь. А на каком основании? Да, там. Наш отдел занимается взысканием просроченной задолженности. А вы, к сожалению, условия договора уже 51 день нарушаете. По каким причинам не озвучиваете? А? Что еще раз? Водически с утра попили? Ну, спасибо. Это важно. От этого будет зависеть конструктивность нашего диалога. Ну, если это действительно важно, да, я пил сегодня воду. Все. Теперь, значит, будем хорошо разговаривать. Ну, давай. Уживчивай. Я готова. Юлия Александровна, вопрос ранее прозвучал. Я ответы от вас ожидаю. Вы, к сожалению, его проигнорировали. Я так люблю что-нибудь там. Ну, о цветах поговорить, не знаю. Ну, можно про снег люблю разговаривать. Ты это на выходных-то снеговика не лепил. Юлия Александровна, вы намерены сконцентрироваться на теме диалога? На теме диалога у нас сегодня будет снеговик. Нет, неверно. Тема диалога – это кредитная карта ваша. Значит, я тему диалога буду задавать. Значит, снеговик. К сожалению, так как вы не готовы к ведению переговоров по вашей задолженности, вынужден прекратить этот диалог. Ну, я вообще сегодня не пределал. А когда будете готовы вести переговоры по вашей задолженности, прошу вас перезвонить. На данном этапе я вас информирую, что банк вправе выставить весь долг единоразовой оплаты после 65 дней неоплаты с вашей стороны к единоразовому платежу согласно 811-й статье ГКР. Ну, ладно, ладно. Также банк сформировал выездную комиссию. Опыт ее направить по месту регистрации и проживания. Ну, понял, понял. Всего доброго. Ну, пока. Алло. Да. Алло. 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 Здравствуйте. Если вы записываете, скажите, пожалуйста, что у вас случилось? Почему оплаты не уносите? Все у меня ровно и гладко. И как бы вы не пророчили и не каркали, что у меня что-то случилось, у меня все зашибись. Ну, если у вас все ровно и гладко, почему тогда оплата 70 дней не поступает? А зачем? А зачем? Ну, как зачем? У вас в договоре написано, чтобы вы не оплачивали? Нет. Я как бы приняла такое решение сама. Ну, соответственно, воли и заявление. Просто договор подписывали. Ну, вот. Серьезно к этому подошла. Продумала все ходы. Да. И решила все исключительно в судебном порядке решила все вопросы. То есть вы ждете, когда банк на вас суд подаст? Да. Я это уже три месяца вам говорю. Так банк уже скоро может подать на вас суд. А если вы ничего не фиксируете, никакие разговоры, не ставите отметки о взаимодействии? Ну, почему? Звоните и каждый раз удивляетесь. А вы хотите, чтобы банк в суд на вас подал? Ну, как же это назвать, если не идиотизм? По-губому, какое? Найдите мне. Почему вы так решили? Почему вы так решили? Неудачащее слово. Ну, если бы у вас информация какая-то была, вы бы, наверное, так не удивлялись. Или спектакль разыгрывали. Ну, если бы вы ее озвучивали, она бы, конечно, была бы. Ага. Но вы ничего не озвучиваете, поэтому ее нет. Это я не озвучиваю. Вот в чем дело-то. Это не вы не читаете, а я не озвучиваю. Ну, ладно, пусть так и будет. Ну, вот теперь озвучила. Все. Я так понимаю, что я фиксирую отказ от оплаты, правильно? Да. Правильно. У вас в сумме к оплате 76 530 рублей оплата должна быть 6 числа. Она поступает? Так я же вам сейчас все ясное и понятно сказала. В суд идите. Да, все верно. Если оплата от вас не поступает, банк обратится в суд. Будет ходатайствовать наложение судом обеспечительных верно ваше имущество. И наступит это гораздо скоро, потому что 3 месяца оплата не поступает. Хочется огорчить, конечно, нет имущества. А так, конечно, это ваша права ходатайствовать перед судом. Не перебивайте меня, пожалуйста. Я вас слушаю и не перебиваю. Так, ну вот, а не скажете ничего. А все то, что говорили ранее, это уже на зубок выучено. Я думала, что год быка на выпуске не сделает. Так, а зачем вы меня не перебиваете так? Я вам объясняю последствия, которые в дальнейшем будут Да не надо, я тебе сама могу объяснить так. То есть, вы готовы встретить судебно-производство, что ты уже завязан, как я тебе объяснила. С исполнительным производством, они придут отписывать большее имущество. Ты не понимаешь, что иногда бывает умнее, чем ты? Что ты не такая умная, грамотная, что можешь людям чего-то объяснять? Ты тупенькая, исчезай. А мы с вами на «ты» не переходим. Вы тупенькая. Мы с вами на «ты» не переходим. Девушка, вы тупенькая, вы, вы. Мы не расстраиваем. Мы не дорасплажены, а вы. Я вас не расстраиваем. Мы не дорасплажены, а вы. Ну, никак не дорасплажены. Почему я тебя оскорбляю? Это факт. То, что ты тупенькая. Давай, покидывай. здравствуйте это агентство судебного взыскания лебедев николай александрович разговор записывает моего ольга васильевна все верно назовите пожалуйста дату рождения хочу информацию для вас передать что мне от вас не нужна информация почему вам не нужна информация а почему она нужна быть она мне просто не нужна информация касается именно вас это важная информация не мне кажется ничего интересного вы скорее все понимаете с какой целью вам приходит звонок ну я понимаю конечно почему не хотите начать дело в компании духа зачем только от вас какой разговор с вами разговаривать алла здравствуйте здравствуйте модозвоны меня зовут емелья викторович компания конга ведется за эти разговоры она поступает в отношении вашей задолженности у вас 54 дня просрочки сумму задолженности 37 тысяч триста двадцать три рубля 84 копейки крыть пожалуйста у вас такой причине оплаты не производится нельзя же денег нет от луна не то что я вас не понял фазу луны не те говорю вы собираетесь вообще исполнять свои обязательства договора как у на там все четыре дня уже не выплачивать и можно что-нибудь судебные претензии туда куме я не говорю что это претензии у вас просто есть обязательства по выплате самодолу которую вы вы взяли сумму у компании заключили договор от своего имени сейчас вообще а вы не причем вы предоставили свои данные вы заключили договор от своего имени и средства вам компания предоставила мы сейчас просто их незаконно удерживаете вообще понимаете какие могут быть последствия кроме этих процентов которые вам начисляются за просроченную сумму также может быть могут быть последствия компания имеет право и обратиться суд для принудительного взыскания и также по переуступить задолженность по договору пессии или по детскому договору стороне хорошо оказывать все такое светлое в будущее меня суд и коллектора это уже хорошо исполнить обязательство не собираетесь я все правильно когда эту информацию помещу себе вот предупреждаю что до 6 числа необходимо сумму задолженности погасить до что включительно все вас понял до свидания